никита сегодня говорим про то как часто нужно отдыхать несколько дней назад мне прислали картинку темный фон и кажется что концерт в поле в каком-то и надпись если ты видишь концерт на тебе пора в отпуск это комбайн вечером собирает хлопок вот эта картинка с комбайном она ну скорее наверно на какой-то особенности восприятия просто про обман зрения наверное там глубокая мысль заключается в том что человек который уставший до его когнитивные функции снижаются и он не так дотошно внимательно рассматривает эту картинку и не воспринимает ее как-то детально видит в ней концерт если человек понимает то что его действительно какие-то функции его продуктивность она снижается то и это связано там именно с тем что он продолжительное время уже занимается чем-то одним то конечно это такой маячок что пора отдыхать есть такой опять же стереотип у нас то что нужно ехать на море ну наверное там советское время это было не так доступно как сейчас и когда появилась возможность у всех людей ездить на море там в разные страны это относительно легко люди используя тот опыт даже если им не нужно как бы это море может им другое совсем нужно может им нужен отдых наоборот такой активный там куда-нибудь в горы пойти путешествовать они едут на море ну и возвращаются так типа я лежал две недели на пляже не понравилось чувствую что мне нужен отдых после отдыха вот такая фраза и как бы просто нужно понимать свои потребности нужно понимать какая именно деятельность реально дает энергию заряжает это опять же такой парадокс то что иногда этот отдых он заключается в наоборот какой-то активности тем ли надо попробовать что-то новое в отпуске нет ну кому-то надо кому-то не надо но в любом случае когда человек пробует что-то новое он начинает понимать что ему нужно поэтому возможно это оптимальный вариант но иногда весь отпуск может уйти на что-то на пробование что-то нового то чего на самом деле не нужно человеку он еще больше станет если немножечко такая бытовую прям вот жизнь окунемся вот у человека два выходных субботу он посвящает чему спит как правило до обеда отдыхает потом начинается какая-то работа по дому надо постирать погладить убрать вот это вот все об суббота сгорела да остался один выходной день в таком ключе вот чем как настроить себя на то что ну я не знаю надо что то сделать надо как-то перезагрузиться к чему обратиться опять же пробовать по-разному наверное рано или поздно какие-то уродные будут максимально сбалансированными но например мне подходит вариант субботу это максимально расслабляться и вот прямо искать какой-то такой цен и ничего не делать воскресенье уже включаться в какую-то активность там может быть что-то узнать новое может правда что-то сделать по дому на самом деле вот это там даже тоже уборка это тоже может быть отдыхом для человека если это ну для него не еще больший стресс если он такая не хочу то как бы это может быть тоже смены деятельности которая поможет как-то и мысли свои устаканить и отдохнуть подвигаться тоже полезно можно ли без отдыха сойти с ума думаю да ну вот по-настоящему прям будет депрессию по-настоящему сойти с ума если человек постоянно напряжение это ну как бы вот эти аффективные всякие расстройства свет ну вот например там с депрессией связанные человек когда постоянно находится напряжение у него уже нервная система начинает по-другому работать и он как бы в этом напряжении остается даже его если вокруг нет он постоянно в тревоге и там или в каком-то чувстве не знаю вины постоянно вот эта усталость эмоциональное выгорание эмоциональная усталость там чувство вины есть еще какие-то признаки если неким списком пройтись возможно не очень точным но хотя бы вот который будет доступен простому человеку там возвращается сегодня домой видит этот список а три из пяти если человек например чем-то увлекался и что-то ему нравилось делать и он теряет к этому интерес апатия нежелание двигательной активности нетущее чувство одиночество неправильное распределение как это ресурсов внутренних в заключении совет по количеству качества отдыха вот с точки зрения специалиста есть кстати даже такое упражнение опять про рефлексию это но вот просто вечером прийти домой и подумать о том что в течение дня было таким силозатратным и ненужным при этом информационный шум то что мы называемые правда мы очень много энергии тратим на соцсети хотя она там скроллинг ленты он не дает какой-то реальный положительный эмоциональный какой-то отклик он человека еще больше на это сил тратит это пустые разговоры но то есть вот прямо реально прийти домой отрефлексировать типа вот я там сегодня сплетничал мне это не доставило никакого удовольствия нам потратил как будто много сил на это а вот после этого я посидел там в парке посмотрел на цветочки почувствовал ветерок мне это как-то зарядила ну то есть вот прям так отмечать да ну вот прямо два столбика что меня высос высасывает силой при этом не нужно и что мне дает вот этот реально эмоциональный отклик реальную какой-то такую энергию вот это у всех разные будут вещи потом уже как-то выравнивать потихонечку свой день то есть ну смотреть сколько времени нужно на тон другое ну какой-то баланс соблюдать между тем что называется чил я просто школьниками в последнее время много работал флекс силы флешил и флекс да ну то есть нужно еще и еще один дневничок вести 1 как ты провел день ну это просто как мне кажется это рекомендации на все случаи жизни вот рефлексия она всегда помогает и опять же обратиться к специалисту который поможет если что отлично но на этом пока закончим спасибо спасибо субтитры сделал DimaTorzok